мне здесь просто как будто бы все нормально друзья мы в челябинске на трассе 74 всем привет это rds изнутри именно здесь прошел 6 этап российской дрифт серии европа и я алиша вам сейчас покажу то как это происходило в кулуарах а не только в прямой трансляции давайте смотреть давайте наслаждаться целых два выпуска вас ждет будет весело интересно задорно всю основную информацию о всех оставшихся этапах российской дрифт серии вы можете найти в описании в наших соцсетях поехали ну что ребята мы начнем наш рд изнутри уютного пятничного брифинга посмотрите как все тесто сидят друг к другу все тепло одеты потому что сейчас 13 градусов сергей приехал в роли спорта маршрутки шутили не серега ты крутой я крутой спасибо брат спасибо увольняешь меня нет нет я принимаю подрядом когда вы едете в стену вам должно быть страшно вот тогда у вас все складывается правильно когда вы едете боком в стену вы по сути в нее и должны боком лететь но приближаясь к ней вот вы на месте уже у стен это создав слишком длинный его угородить какая обстановка сейчас все пытается улететь площадке потому что площадка открытая на трассе 74 и все команды вот видите даже машину запасную поставили чтобы палатку привязать чтобы палатки не улетали уже всеми подручными способами которые только могут быть пытаются все свои сетапы команды закрепить как только могут вот так выглядят наши палатки это зона заправки каркас весь конечно же сложился опогнулся он уже больше не пригоден для использования зона хранения топлива ну и зона заправки в таком же состоянии общий сетап называется заправочная зона и все пошло по кривой площадка наши споттеры и наша судейская вышка вот здесь на верху находится это на самом деле короче ребята я благодаря вот этому человеку поднялась на вышку но так как я боюсь высоты мне здесь просто стрел вот так выглядят тренировки с высоты и полета но я ж с небос покидаю вот так выглядит у нас вторая часть техпарка очень большая площадка площадка разделена на несколько тех парков условно говоря есть первая часть и вторая здесь советую вам побывать во всех частях во всех частях будут активно значит подбив кое-какие циферки выяснилось что у нас алексей козлов из команды коррель рейсинг пилоту которого наибольшее количество побед и сколько вы думали да я угадаю 13 вообще даже не близко всего 4 в втором месте кстати Григорий Гусев у него три победы представляете аплодисменты сзади да 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 аплодирует мне палатка а на третьем месте а на третьем месте Иван Пальмин и две победы у Вани Пальмин кстати юбилейный двадцатый этап здесь в Челябинске прекрасно а что по моторам по моторам из 40 участников 29 2GZ а средняя мощность чемпионата ну если верить заявкам категория PRO 647 с половиной лошадиных сил вот такие занимательные факты от нашего комментатора а второй комментатор ходит ли там у Ивана Волосатого ты знаете пилота РДС Европы а в прошлом диджей Васкес так точно у него нет техпаспорта у него есть музейный практический экспонат что делать Аня ему вот что делать сейчас в нынешней ситуации в нынешней ситуации ему надо искать человека представителя РАП который бы смог ему в этом помочь перед тем как выдать спортивный паспорт надо еще пройти осмотр технических делегатов автомобиля уху короче друзья ну тут вот площадка да площадочная история чем опасно опасно тем что здесь примерно раз в 20 минут кто-то натыкается на бетонное ограждение сейчас Александр Цапелик своей Волгой налетел на бетонное ограждение слава богу с пилотом все хорошо я вижу что он ходит конечно же наша любимая фраза что автоспорт любит безопасность а безопасность должна любить и любит автоспорт поэтому всегда когда вы занимаетесь подобными вещами следите за безопасностью следите за своими ремнями за тем чтобы они были затянуты правильно никогда не ослабляйте ремни потому что это может чем угодно закончить ну конечно же Волга в максимально плачевном состоянии Саша всегда в жизни что-то в первый раз вот и моя первая авария просто капец это твоя первая авария? это ужасно Рязань сколько выдержала? не говори Рязань выдержала? а Челябинск не выдержала, да? посмотрите что случилось с диском ну как тебе трасса, расскажи ну, солнышко было бы, было бы лучше ну так, блин, только чего оно было? а еще, нет вчера он лежал на пляже закрыл глаза открыл в Челябинске на промзоне контраст жесткий на самом деле если бы так было покороче было бы лучше а так покороче? да, у меня резины не хватает у тебя, мне кажется, ни на какую трассу резины не хватает ну нет, но это просто слишком длинная у меня никакой резины не хватает сегодня напомнили, что Катюшка Путилина обещала мне в Челябинске подарить подарок Катюша Путилина это дочь Дмитрия Путилина капитал шоу Поле Чудес начинает свою работу уже в пятницу спасибо ты папе помогаешь на этапе? да всем поперишь? нет просто для информации а за кого ты еще болеешь кроме папы? расскажи ну за всех? вообще нет такого сильного понятно только папа хотелось бы, чтобы он выиграл ну я надеюсь, что у него все получится на этом этапе тем более дома спасибо тебе большое мне очень приятно спасибо говорят, что у нас Сергей Алычев помните тот самый тот самый Сергей который на своем фрутиладе фрутилад каре налетел очень так крепко на блоке в Ростове и вот сейчас говорят он тоже оказался в блоке так сильно как Александр Цапелик но мы с вами посмотрим сейчас что же с машиной вот они два соседа по соседству вот Саша Цапелик до сих пор разбирает с машиной и Серегу Алычева привезли что за блочный человек у нас здесь твоя любимая да площадка короче вообще площадки тема он просто не дал мне переложиться а ты с кем ехал? с Кермаковым аааа он просто у вас меня такое ускорение затянуло? да смотри у меня прям только слоги но я думаю за пару часов управимся выглядит не так страшно как было в Ростове но на самом деле здесь хуже спереди но сзади зато ничего короче один рычаг тяга и два лонжерона но нам таймап уже одолжили гидравлику поэтому как будто бы все нормально а чего ты уже улыбаешься знаешь да что я что ты скажешь свое оправдание Сережа я скажу что нечего в нуле дергать в ручнику вроде у тебя знаешь у Сергея Ермакова никаких видимых нет или есть что-то невидимое нет нет все нормально фару облетел москве тоже по-моему вообще даже фару сохранил ну все как тебе вообще площадка а я вообще среди блоков на ноте получил съездить до сих пор там я сейчас по найду самарскому им нет как бы чем больше блоков тем лучше особенно если списывают соперники получат еще так что делают металлурги здесь у нас сколько надо только только аааа вы снимаете опасно вообще-то ребята если РДС изнутри больше не выйдет значит это отлетело в меня а долго вы уже это делаете? должно с трех ударов сниматься ааааа короче дрифт это опасно ребята я пойду я думаю что они снимут снял? нет ну рассказывай как тебе на трассе классно все все приехали ко мне в гости получается получается так дрифт приехал к нам в Челябинске да ничего прикольного новая конфигурация у трассы появилась сразу же дали такое немножко задумчивое задание там на чуть лип взять там уголочком проехать туда замедлиться там открыться ну прикольно в общем нравится тебе? ну да получается? да получается все нормально дочь твоя хочет чтобы ты выиграл как ты думаешь? все шансы? я думаю весь город хочет чтобы я выиграл так это ты твои фанаты вы купили все билеты да получается? вчера кстати хотел друг купить позавляться уже не одного билета ну да билетов нет ну ничего хоть распогодилось конечно классно что делает Данил Баландин пока ждет в свою очередь что делает? смотрит истории в инстаграме и что там интересного в истории? да ничего как тебе вообще дрифт? вот подходит к концу твой первый практически сезон в РДС но тебе как? мне все нравится много опыта это самое главное ну как будто бы ты думал наверное что будет чуть легче нет? нет не легче я думаю что будет наверное чуть как-то прогрессивнее что ли а мы больше с машиной боремся чем ну да такое к сожалению часто бывает что тебе в рацию обычно говорят? ну да да соба ругаются вот гады да ругаются так как дела? класс класс да все классно немножко тяжеловата трасса но интересно очень тяжеловата в плане задания судейского пускай ну оно просто очень интересно это разгон потом такое сильное торможение наверное это немножко непривычно в плане всех предыдущих транспитерами ну транспитер, сегурация на которых я была но это интересно интересно хочется осилить заметила? что в Челябинске стояк вот такой все стоят да просто все суровые Челябинские стояк челябинские стояк суровые челябинские стояк например ну что происходит в этом сезоне ну где ты ну вот сейчас наконец-то на новом там больше сложно и тем более показывать вообще ничем не отвечает но это трех литровый какой красивый ничего себе все говорили что разница нику не почувствую но я ее почувствовал поэтому вообще в чем разница ну мотор сильно раньше едет сильно проще на том моторе я всегда ехал на антилаге а на этом этапе я прям сделаю себе вызов вызов только думаю поеду без антилаги и мне очень сильно нравится поэтому я думаю что вот так и останется сейчас машина работает мы еще чуть покатаемся прикатаемся по что это за все два дня у нас где-то заеду очереди дочь и ремонтируем покатаемся отлично все нравится более чем более чем и от дома недалеко до есть ну это прям вот буквально вам то что лучше чем дать только подручки но не говорите сергей корнеев был на ваш экран друзья игоря золин здесь что-то сидит игорь грустишь я просто жду очередь у нас на самом деле я езжу тренируюсь у нас еще все отлично отлично я просто незнакомое слово тренировки обычно было мы его оставили потому что мы не тренируем на этом этапе а сами гоняя я не помню что-то себя там я был к нам конечно я тебя показывал а по дрифта по борьбе была сначала но переквалифицироваться пришлось классно здорово парковка две тысячи километров много ехать конечно чтобы погадаться но в целом почему нет новая локация наверное наверно так можно поэтому гоняем skype правда пробки очень большие конфигурация получилась достаточно длинной я думаю что если на и горе она была реально покороче по времени прохождения то здесь она ближе к ростову и пробки сильно большие конечно получаются мы стоим еще как суровый челябинский стояк но федору он у папа опытнее ему виднее конечно стояки не стояки челябинский и челябинский вот поэтому наверно тогда если он так сказал я думаю да мы тут с воробьевым пришли к выводу что ты в стояках разбираешься а с каким зданий или со старым федей зданий он-то молодой ему еще рано разбираться в этом вообще да так он и сказал я самый специалист по местности тренировки полным ходом и это очень даже хорошо ну вот знаете единственное что хочется пожелать этой этой трассе этому городу чтобы такая погода была и завтра пускай не будет дождя очень челябинску дождь не идет вот не надо идти утра на трассе из девяти утра эти люди сидят в краем в уголке и следят за графиками предельными а настраиваешь судейское задание у нас есть судейское задание у нас есть судейское задание которое расписано вот она мы выставляем соответствующие точки на карте у нас есть это карта каких-то отсечек да вот есть траектория и вот есть точки которые пересекают пилоты в нужное время если мы выстраиваем так чтобы потом на специальных графиках специальных таблицах отображались они подсвечивались где такая скорость была желтая погрешность погрешность в чем ну вот в так дан скорость мы меряем до целых потому что дробные не имеют смысла угол до десятых частей время до десятых долей погрешность выставлений конкретных точек ну около метра но мы засекают специально захватываем эти чтобы клипы попадали поэтому нам не очень за что ну чё там организовать что-то подрекла представляете сколько все просто себе представьте вот например так же но уже без 9 утра а прямо со вчерашнего дня идет техинспекция у каждого есть свое время каждый свой график должен приехать если вдруг что-то не то уехать подготовиться заново там что-то привезти принесет привезти в надлежащее состояние и снова приехал и вот второй день подряд ребята занимаются от смотром зеленый приехал первый раз или что-то исправлял я первый раз и нормально пройдем что машину уже давно все иди раз проходил поэтому все нормально ну вот отлично вот тут все протоколы то есть вот такую наклеечку получает каждый кто проходит техническую инспекцию из этой наклейки завтра никуда даже на разогревающие тренировки вы знаете кстати что на трассе семьдесят четыре нет электричества нет воды туалетов и все вот это вот сделано только для того чтобы состоялся этап ртс вот такая история чтобы вы завтра наши зрители пришли могли и руки помыть и прочие вещи делать помимо того что насладиться дрифтом пусто поесть и прочее прочее всякие вещи вот тоже знаешь мечей знать надо я не знаю должна знать и мечи я не понимаю мы точно этот выпуск должен состоится да он 18 плюс он называется суровый челябинский стояк ты не знал суровый челябинский я понимаю оно будет начинаться как это светлаков типа давай телевидение просвещает он сразу яблочки козлова яблочки козлова это альтернативное название сегодняшнему выпуску итак у нас начинается финальный брифинг брифинг перед квалификацией Вань ну такого не было а сказали что ты классный нет рассказывают это победитель квалификации я с вами прощаюсь до следующего выпуска рдс изнутри вся важная информация в описании к этому ролику меня зовут Алиша до встречи в новых выпусках помаши ручкой итак итак а Продолжение следует...